Здравствуйте, уважаемые зрители! Несмотря на то, что в предыдущем ролике про Умир Оле я обещал больше к тем не возвращаться, потому что вроде как сказать больше ничего новому там нельзя, но как бы не определил совершенства. Вот, я внес какие-то изменения в фрамверк, на котором все это построено, и в том числе внес изменения в сам скетч Умир Оле, который давно некоторые люди просили, какие-то вещи. Ну, пусть он запоздал подарок на 3 февраля. Как раз вчера целый день на это потратил. Ну, давайте я бегло пробегусь про те изменения, которые появились. Значит, скетч стал, завелся еще большим количеством дополнительных файлов, точнее не скетч, а именно фреймверк. В отдельный файл вынесен есть pweb.clg define, которые раньше определялись в h-файлах фреймверка. Так что, define остались в общем-то в основном те же, но добавились кое-какие другие. Значит, если определить define на серву, скомментировать, то отладочной информации в серву порт выводиться не будет, зато вы можете txrx использовать в своем скетче. Если определить define на b-led, то стройный светодиод не будет мигать, когда мы подключаемся к wi-fi сети. Если точнее раскомментировать define, но и промо и рейс, то модуль при своем запуске не будет проверять условия стирания и промо и, соответственно, случайным образом вы не сможете ничего испортить. Если у вас нету 0 на модуле, то в любом случае раскомментируйте этот define, но он вам все равно этот функционал вам все равно не доступен. Значит, здесь константы стирания и промо вынесены, сколько миллисекунд определяется сигнал и какой минимальный уровень сигнала на 0 должен быть, чтобы модуль решил, что его нужно стирать. То есть здесь выбрано из течения двух секунд при старте модуля на A0 уровень близкий к максимуму, то, соответственно, модуль будет стерт. Появились два новых define, которые, собственно говоря, основные изменения этого фреймверка и основные, в общем-то, его достоинства. Это USDS3231 и USAT24C32. если закомментировать эти два define и собрать этот скетч, то, в принципе, кое-какие изменения в фреймверке будут и изменения в скетче будут, но главная проблема — это отсутствие часов реального времени и, соответственно, при работе автономно без Wi-Fi это вообще невозможность полноценной синхронизации. от нее никуда не деться. Есть такой замечательный модуль с часами реального времени DS3231. На нем, на самом деле, помимо самой часовой микросхемы, есть микросхема ИПРОМ честный, а не имитация в флэше ESP8266, который мы в общем-то до дыр можем совершенно спокойно записывать. И, несмотря на то, что, конечно, скорость записи будет пониже, то все равно она достаточно приемлемая. Поэтому подключение этих часов позволяет нам не только получить автономный источник достаточно точной времени, но и, собственно говоря, честный ИПРОМ 4 кБ, который у нас с очень большим ресурсом по записи. Если вы определяете одну из этих констант, то есть используете устройство подключенное к A2C-шине, то дополнительно появляются еще три константы, которые определяют поведение инициализации в A2C. Значит, здесь ножка, которая SDA подключена, ножка, которая SCL отключена. По умолчанию они стандартные. Из вашего модуля выбранного конкретно берутся, то есть на самом деле D1 и D2. То есть gpv5 и gpv4. Если у вас gpv5 и gpv4 используется и вы переносите A2C на какие-то другие ноги, то обязательно здесь поправьте, поставьте в этих константах ваше значение. И модуль будет работать в режиме fast A2C мод на 400 кГц. Если у вас есть какие-то проблемы, например, вы подключаете еще какие-то A2C модули, и они не работают на fast режиме, то здесь, соответственно, эту константу сделайте false и, в общем-то, все будет у вас хорошо. Фреймверк соберется как нужно. так, ну и давайте глянем именно пока на изменение фреймверка. Значит, вот у нас главный файл базовый класс ESP-Web. Значит так, у нас появилась замечательная вещь. Значит, что пришлось изменить? Мне пришлось, поскольку мы не с EPROM работаем, а и либо с EPROM, либо с настоящим I2C EPROM, пришлось написать хелперы readeprom, writeeprom, который является аналогом eprom.read, prom.write. Написать темплейты geteprom eput eprom аналоги, соответственно, eprom.get и prom.put и в общем-то таким образом фреймверк умеет работать и с тем, и с другим вариантом в зависимости от того, раскомментарена у вас константа в конфигурационном файле использовать I2C EPROM или нет. Вот. Это изменения, как бы, они коснутся кое-какого кода, но, в принципе, один раз поменяли и все, забыли. Дальше. Есть у ESP8266 R2C память 512 байт. Она организована страницами по 4 байта. Соответственно, есть методы записи туда ESP, .RTC, UserMemoryRead и UserMemoryWrite. Вот. Но они оперируют именно этими четырьмя байтами. Значит, чем эта память приметна? В случае перезагрузки модуля, неважно кнопкой либо аварийной какой-то, эта память, пока питание на модуль подавалось, она сохраняется между перезагрузками. Собственно, она используется для режима DeepSleep, поскольку этот режим фактически модуль-то перезагружает полностью и ваш код должен прочитать сохраненный статус предыдущий, специальным образом каким-то сохраненным. но чаще всего самый простой путь это RTC памяти. Вот. И начать работу как бы с прерванного места, то есть это не тот сон, который у Ардуино, где уснули, там проснулись, к сожалению. Работать с ней не очень удобно, потому что она, еще раз говорю, четырех байтами страницами организована, и писать туда ничего просто так нельзя. поэтому я написал библиотеку RTCM, которая теперь входит в этот фреймверк, и, соответственно, вы можете ей пользоваться отдельно. У нее статические методы, read стандартный, такой же, как у EPROM, возвращает один байт, принимает на вход параметр смещения от 0 до 511, соответственно. также буферные чтения от индекса в буфер нужной длины, и запись одного байта по смещению индекса байта переданного дата, и запись буфера длины len. Также есть темплейты для функций get и put, которые могут работать с RTCM памятью с любым типом переменных. и, собственно говоря, RTCM с таким именем переменная она появляется сама. То есть, вы можете ее использовать. Поскольку здесь методы статические, на самом деле оверхеда никакого нет. То есть, каждый этот класс как бы не совсем полноценный. У нее нет указателя CIS и, в общем-то, ничего страшного в его использовании нет. Вот. Если кому будет интересно, можете посмотреть, как это реализовано. В общем, ничего сложного здесь нет. Важно что? Важно то, что мы к этому RTCM можем обращаться как к EPROM, и, соответственно, писать тогда, хочешь 1 байт, хочешь посмещение не кратному 4, и так далее. Пока мы не вылезаем за границу в 12 байт, мы можем достаточно гибко это использовать. Что и будет использовано в фреймверке. Значит, фреймверк добавил две виртуальные функции, которые вы вправе переопределить в своем коде RITRTCMemory и RITRTCMemory. Они вызываются в самом начале, RIT, точнее, вызываются в самом начале, соответственно, если вы переопределите эту функцию и в ней выполните какие-то дополнительные действия из прочитанной памяти, обработаете каким-то образом, то, соответственно, у вас будет во время перезагрузок аварийных либо штатных у вас будет сохранение состояния. Для основного сохранения вы должны вызвать где-то RITRTCMemory по коду. Сейчас они устроены очень просто. Так, сейчас, секундочку. Значит, RITRTCMemory читает сигнатуру в первых четырех байтах стандартную, которая у нас в vipromi тоже с первых четырех байтах должна быть, чтобы определить, что вообще информация, которая содержится в этой памяти, она вообще осмысленная. Вот. Если она не прочитала сигнатуру, она возвращает сообщение о том, что сигнатура не найдена. Запись сейчас, соответственно, только от сигнатуры просто пишет по нулевому смещению. То есть, в случае переопределения этих виртуальных функций вы вольны как бы навратить на них все что угодно. Так. Появилась виртуальная тоже функция, возвращающаясь сроковое представление уникального идентификатора платы. Сейчас она использует getchip.id в шестнадцатеричном виде большими буквами. Это удобно использовать для того, чтобы точка доступа у вас имела уникальное имя, то есть как суффикс точки доступа, что, собственно говоря, в коде в том числе используется. Так. И давайте посмотрим, что тут еще появилось. gettime и settime, которые были раньше и работали с NTP-серверами и с использованием функций millis. Если у вас константа определена usds 3231 подключены часы, она, соответственно, здесь уже будет использована часы реального времени настоящие. Вот. Появился log. Значит, это у нас где он там у нас стринг-лог. Этот лог уже фигурировал в видео UDP-бродкаста. Штука достаточно удобная. То есть все, что вы пишете в серию, вы на самом деле лучше выводить в переменной лога, которая может дублировать в серию, будучи правильно вызванными, все, что вы пишете. Но, в том числе, у вас есть строковая переменная, которая у вас доступна из web-интерфейса. Вот. Ну, потом посмотрим. Соответственно, в коде, если обратите внимание, появились вот такие вот вещи. Почерк log, соответственно, указатель, и println. то есть это будет продублировано в серию, если у вас не определена константа на серию, и в том числе будет выведена блок, соответственно, доступный из web-интерфейса. Это весьма удобно. То есть, теперь, если у вас нет возможности подключить серию интерфейс, вы все равно можете спокойно сыпать отточную информацию в коде, и она у вас будет доступна. Единственное, сейчас определен килобайт, размер буфера, ну, для экономии. Если вам этого мало, вот здесь константа max-log-size, здесь вот, ну, 2048 напишите, будет 2 килобрата. Больше, в принципе, можете ничего не трогать. Соответственно, опять же, этот код вы можете использовать в других своих проектах, этот класс. Вот. Так, ну, наверное, здесь у нас, наверное, больше ничего интересного. А, нет, появилось изменение, которое тоже достаточно важное. Так, первое. В сетапе, если у нас определен usds3231, то инициализируется i2c, и вызывается метод begin, который пытается продемонстрировать, есть ли у нас подключение, найден ли модуль ds3231. Если он не найден, то система уйдет в hold, то есть в вечный цикл, потому что работать подключенными часами, но и с их отсутствием она не умеет, из-за того, что библиотека написана таким образом, что-либо-либо. Если at 24c32 определен, то соответственно вызывается его метод begin, если модуль не был обнаружен, то система тоже идет в hold, потому что теперь сохранение viprom будет уже недоступным. Вот, если же все у нас хорошо, то, собственно говоря, мы продолжим исполнение. вот, как видите, после загрузки конфигурации zeprom вызывается reader tc-memory. Поэтому, если вы что-то сохранили, то вы в этой процедуре, перехватив ее, можете это дело как-то обработать. и изменения подверглись изменениям достаточно важным подверглась setup wi-fi так wi-fi station значит а, нет если нам не удалось соединиться с инфраструктурой по параметрам, ну, ошиблись вы в параллеле или в имени сети и модуль у вас поднимет на себя точку доступа то в режиме, когда он именно точку доступа не в параметрах у него настроена, что он точка доступа когда он имя берет именно то, которое вы указали а это точка временная поднятая из-за того, что не удалось подключиться к инфраструктуре то будет использовано имя по умолчанию которое у нас ESP866 почерк потом будет уникальный идентификатор конкретно вашей платы и пароль по умолчанию которые приведены в константах в ESPweb.h это соответственно где они там красавцы вот у нас префикс имени ESP866 почерк и пароль у нас вот такой в сервере будет выдана информация о том, каким именем паролем у нас точка доступа поднялась вот, поэтому если вы промазали с именем или паролем вашей сети но у вас модуль не в режиме П в параметрах выбран то теперь не будет проблем что у вас появится вторая точка с тем же именем либо же какие-то другие проблемы то есть точка у вас будет с уникальным именем заведомо известным и вы к ней с заведомо известным паролем подключитесь не гадая то есть опять же без сервера интерфейса в общем-то можно будет обойтись так ну в принципе в ESP-Web МКТТ то есть в классе который наследуется от базового и добавляет функционалом КТТ брокера изменения подверглись только в том что имя клиента теперь тоже содержит ESP866 почерк и тоже уникальный дискатер платы но опять же вы учитывая что это параметр вы можете его переопределить больше никаких тут принципиальных изменений нет давайте посмотрим на классы DS3231 он простой как 3 копейки значит у него есть статический все методы статические поскольку адрес у модуля 3231 один и тот же то создавать несколько экземпляров класса бессмысленно потому что они не смогут вместе с другом работать вот делая все методы статическими мы фактически сам класс не создаем значит модуль нит для ардуино принимает только вариант один параметр это быстрый I2C это 400 кГц или 100 кГц стандартный у ESP можно передать ноги SD, SCL и соответственно параметр это тоже скорость вот у него есть главный метод begin возвращает тип boolean его обязаны вызвать вернет true если модуль обнаружен false если не обнаружен дальше бессмысленно что-либо делать и собственно говоря метод get возвращает unix time в формате без знакового длинного целого метод set устанавливает этот unix time соответственно часовые пояса там не используется вот то что вы модуль скормили то он и будет вам возвращать устроен все очень просто как бы кому интересно посмотрите тут просто чтение главных параметров его и соответственно запись еще интересного нет применяется combine unix time и parse unix time из библиотеки date вот она тоже здесь доступна тоже можете использовать ее в своих проектах если хотите так AT24 C32 у него могут быть несколько адресов по умолчанию это 57 то есть на вот этой платке есть 3 A0 A1 A2 точки которые можно запаять соответственно адрес этого и промо изменится вот дата шейте можете посмотреть какие варианты возможны сейчас по умолчанию 57 если у вас другой адрес то вот эту константу поправите и все будет дальше работать у нее тоже есть метод здесь уже есть варианты то есть этот класс уже может существовать в нескольких экземплярах потому что могут быть запаяны перемычки и может быть соответственно у вас несколько подключены к шине модулей у которых разные адреса вот но если у вас он один то вот определен макрос то есть не define single instance и соответственно все эти методы класса будут статическими если он не определен то это будут нормальные динамические обычные методы то есть класс будет честным и нит соответственно инициализирует айту си шину ни в коем случае два раза не инициализируете шину то есть если вы используете ds3231 и уже вызвали нит то не вызывайте ни в коем случае нит еще раз у вас просто повисится я долго не мог понять что у меня происходит пока я не понял что в общем то в этом причина он аналогичен ds3231 begin возвращает true если модуль найден по адресу который вы ему можете передать в параметрах read это все как уже в опроме один байт возвращает по смещению либо read буферный write и write буферный и соответственно с темплейты get и put для того чтобы работать с переменами любых неизвестных заранее типов если определен с single instance то появляется готовый уже экземпляр от t2432 маленькими буквами то же самое ds3231 тоже как бы есть экземпляр класса ds3231 соответственно с именем ds3231 маленькой буквы вот и соответственно в фреймверке используется либо iprom то есть все теперь перешло на сохранение и чтение параметров перешли на его собственные функции которые у нас зависят от того что подключено то есть вот берем write и prom допустим если определена AT2432 то пишется через итром все это работает то есть если мы закомментарим здесь эти два define то все равно все будет работать как раньше ну и все теперь главное переходим к тому что изменилось в самом скетче по многочисленным просьбам хотя опять же повторюсь еще раз не просите меня ничего добавлять мне это не интересно я просто здесь это добавил потому что как бы ну чтобы было какое-то принципиальное отличие кроме внутренних оптимизаций которых для большинства из вас вообще ничего не значит я добавил поддержку ds1820 термодатчика вот соответственно здесь вверху 2 3 define комментарии все что у вас не используется не подключено чтобы у вас не было проблем никаких лишних зачем вам код который в общем то вам не нужен для исполнения вот помимо того что появился ds1820 что у нас еще улучшилось так мы используем rtc memory я перепределяю соответственно read rtc memory write rtc memory когда у меня срабатывает реле я сохраняю статусы всех реле в rtc памяти если модуль перезагрузится то я читаю rtc память если она содержит коллектные значения я сразу на реле возвращаю его статус перед перезагрузкой я вам это продемонстрирую то есть это удобно если у вас произошла перезагрузка из-за того что error remote например иногда вызывает перезагрузку модуля но это только для кратковременного пропадания в случае пропадания питания чтобы rtc память не была повреждена хотя опять же если мы подключили iprom с ресурсом в один миллион записи то можно конечно и сюда писать я просто этого не делаю и не вижу в этом часто сказать но вы вольны как бы переделать вот появилась публикация ds18-20 появились параметры минимальной температуры и максимальной температуры и что при этом делать при том они отдельные dht и у 18-20 если вы используете оба модуля ну и какие то тут возможно есть внутренняя оптимизация я честно сказать уже не очень помню сейчас скетч залит давайте мы тогда посмотрим как он стал работать подключаем у меня подключен так красный так красный так адрес у нас какой-нибудь не 129 а 229 вот у нас мордочка знакомая ничего в общем-то нового нет но есть локвью в котором сейчас 1кб лок то есть вот места уже не хватило он удалил предыдущей строчке в которую у нас все попадает так первое дальше в таймсетапе учитывая что используется аппаратные часы это все особо уже не нужно но если я нажму кнопку update time from browser то время с вашего устройства в котором вы отображаете оно действительно запишется сюда поэтому вы можете в принципе использовать это для коррекции времени если у вас часы разбежались так тут у нас ничего интересного нет кроме того что имя клиента теперь стало по умолчанию содержать уникальную идентификатор платы control setup все то же самое так вместо DHT сетап появился климат сетап она будет доступна только если у вас раскомментарий define либо DHT либо DS1820 соответственно помимо того что мы выбираем куда подключен DHT какого он типа если он используется если не используется напоминаю вы делаете none и все не забыли ну или перекомпилируете модуль с закомментарийным define use DHT тут у нас появляется минимальная максимальная температура и что с этим делать я DHT не буду использовать он у меня кривой косой и статика у меня очень приличная вот я запрограммирую 1820 давайте посмотрим что у меня в комнате сейчас вот жарящая какая 27 градусов давайте я поставлю соответственно максимальная температура 28 при этой температуре первое реле у меня включится а минимальная температура это допустим 20 нет давайте не так сделаем 20 сюда сюда 30 поставим и включение реле а на 28 мы поставим подключение реле как минимальная температура сейчас вы видите как это работает для DHT можно было указать другие значения отдельные и соответственно они отдельно у нас обрабатываются единственное вы их если конечно на один и тот же канал реле пишите то у вас будет некий возможный конфликт но сами виноваты зато у вас есть возможность подключить для датчика еще разные архитектуры так ничего перезагружаться не нужно ничего менять не нужно 27 сейчас 44 дача показывает давайте берем его и нагреваем следите за показаниями что-то он у меня не греется у меня такая рука холодная о пошел 28 как мы помним на 30 он у нас должен включить реле смотрим за лампочкой реле так 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 нам на данные от датчика соответственно тоже у нас поступают 30 есть превысили 30 реле сработало в логах сейчас должно появиться сообщение о том что вот максимальный температурный предел триггерит и состояние реле у нас сохранилось в ртц памяти об этом тоже есть информация температура стала падать вот вот она уже 30 29 так а у нас выключение на 28 как она станет меньше 28 у нас реле отключится по триггеру минимальному так ну давайте пока поболтаем значит на самом деле в логах можно уже даже следить тоже поскольку в МКТТ когда мы публикуем информация на влог попадает ну да килобайта довольно мало 29 37 что то как то не очень она падает наверное даже стоит порог выключения 29 сделать чтобы мы с вами дождались этого светлого события сейчас сохранение конфигурации идет именно в окром который на часах 29 так сейчас будет пониже и она отключится есть вот реле сработало отключилось все вот так же будет это работать в случае даже если у вас ничего не указано минимальная температура и максимальная это соответственно значит что ничем не сравнивать вы можете выбрать канал реле можете выбрать включить его выключить или же переключить но переключение довольно странно потому что непонятно что он будет делать то есть минимальная температура когда ниже ее позволит вам включить например калорифер а максимальную температуру когда выше ее позволит вам например кондиционером управлять ну или какие-то подобные что то вот информация также с датчиков выводится в мордочку и в МКТТ вот так же публикуется по изменению так ну давайте теперь посмотрим значит ну вот у меня кнопка допустим да вот реле включилось и теперь имитируем перезагрузку ну вот видите она тут же включилась обратно хотя еще мы не соединились ага теперь мы соединились и она отключилась почему отключилась она по минимальной температуре да вот есть такая интересная особенность но это не для этого было сделано это было сделано как раз варианте что давайте я сейчас все уберу все проверки на температуру то есть реле вы управляете там каким-либо образом механической кнопкой R-пультом или еще там чем вот мы его включили например и вот у нас вдруг модуль перезагрузился и вот еще до загрузки реле у нас снова включилось обратно и сейчас она соответственно у нас показывает свое предыдущее состояние то есть мы его отключили и допустим я вызываю вот такой ребут неважно вот и оно у нас осталось выключено то есть в логах информация вот риден РТЦ и что последний сохраненный статус РТЦ он был соответственно инициализирован код это обрабатывает вот вот ну теперь наверное все короче многие просили DS18b20 один датчик поддерживается просили включение по температуре есть настройка отдельно для дашки отдельно для ДС значит LockView позволит видеть что мы гоним в том числе сериал но при этом не имеют подключения РТЦ память если правильно использовать позволит восстанавливаться в случае перезагрузки сейчас она восстанавливает статус РЛ всех вот значит в случае подключения часов реального времени и EEPROM сохранение идет в EEPROM в этот ну собственно говоря на мой взгляд это вот последние такие рациональные достаточно изменения в основном они коснулись фреймверка который все лучше и лучше вот но в том числе этому реле достался от этого тоже некоторые дополнительные приятные возможности видео кода этого реле из которого соответственно весь фреймверк можно и взять это все cpph файлы кроме вот оно будет код точнее все это будет под видео да вот изучайте загружайте держайте еще раз повторюсь давайте что вы конфигурируете ESP в EEPROM cfb файлом если у вас нет часов реального времени то вы ставите сюда комментируете вот эти две строчки все остальное ну как хотите там оставляйте либо раскомментируйте что-то что вам еще нужно собираете проект у вас он работает как раньше но у вас в любом случае будет будет локвью будет поддержка DS18 B20 будет восстановление статуса после загрузки реле вот все это как бы будет если же у вас есть часы реального времени то раскомментировав эти строки вы получаете честный EEPROM конфигурацию на нем получаете часы реального времени и соответственно модуль у вас в автономном режиме у вас никуда не убежит то есть у вас будет нормально поддерживаться в режиме точки доступа работ по расписанию и так далее вот ну теперь наверное все спасибо за внимание всем удачи до новых встреч